Как сделать новогодние игрушки, украсить подарки родителям, нарисовать праздничную открытку? В фойе социально-технологического техникума для особых детей был развернут мастер-класс для проявления их творческих способностей и физических возможностей, что стало первой частью праздника День неравнодушных людей. Я прошла, посмотрела на детей, которые работают за этими столами, увидела искорку даже какого-то, может быть, громко сказанного, но, тем не менее, от детского такого счастья, что он сегодня может. Ему показали, что он может. И это очень-очень важно, это прекрасно. Поэтому спасибо организаторам, это сегодня нужно обязательно. Праздничное мероприятие в этом учебном заведении проходит не в первый раз. В его подготовке приняли участие как педагоги, так и студенты техникума, создав для ребят добрую домашнюю обстановку. Это ровно столько нужно детям, вот маленьким детям с ограниченными возможностями, сколько и нашим студентам. Наши студенты, проявляя заботу о этих детишках, становятся совершенно другими. У них, они становятся более толерантными. Они понимают, что они с этими детьми встречаются в обыденной жизни, в своих подъездах, в магазинах, ну просто на улице. И должны понимать, насколько вот это тепло и внимание должно, то, что мы им даем в образовательном учреждении, формируем их общие профессиональные компетенции, воспитываем их гражданами, оно должно адекватно быть везде. Продолжился праздник в актовом зале техникума. Здесь для детей был организован концерт с участием солистов и творческих коллективов городского округа, а также сотрудников благотворительной организации «Дом добрых надежд». Мы гордимся тем, что мы инициировали этот день. Это очень важно, быть неравнодушным. В наше такое время достаточно сложное, на мой взгляд, когда родителям нужно о многом заботиться, вплоть до того, чтобы накормить ребятишек, мы все-таки хотим уделить им тепло, отдать им тепло нашей души, поделиться с ними, научить, развлечь, развеселить. И в первую очередь, конечно, чему-то обучить и научить. Подобные мероприятия в техникуме будут проводиться постоянно, помогая детям с ограниченными возможностями здоровья поверить в себя и обрести друзей, так как добро есть в каждом.